Здравствуйте, это Инсталайф, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию программ, посвященных институтам и факультетам Казанского федерального университета. Сегодня на очереди Институт вычислительной математики и информационных технологий. Поговорим мы сегодня с представителями данного института. А с кем именно будем говорить, я с вашего позволения представлю. Это директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Евгеньевич Чекрин. Дмитрий Евгеньевич, вечер добрый. И заместитель директора по воспитательной и социальной работе и связям с общественностью Аид Зуфарна Новенькова. Аид Зуфарна, вам тоже добрый вечер. Ну что ж, предлагаю вам какое-нибудь вступительное слово в целом об Евмите, о вашем институте. Так, ну, в общем-то, что хочется сказать, мы вот на текущий момент вообще являемся институтом Казанского федерального университета, который олицетворяет IT не в вакууме, как это часто, в общем-то, любят представлять, а IT именно в взаимодействии и с другими направлениями, и с социумом. Вот я хочу сказать, что вот наша сегодняшняя беседа во многом будет посвящена тому, что мы готовим специалистов подготовленных к текущей индустрии и специалистов в текущей индустрии редких. Мы готовим программистов-физиков, программистов-медиков, программистов-геологов, программистов во многих других дисциплинах, программистов-экономистов. Их сейчас на рынке труда очень мало. Наш институт дает возможность нашим будущим абитуриентам проявить себя и стать редким специалистом на рынке, а нашим преподавателям самореализоваться во многих смежных дисциплинах. Это мое вступительное слово. Я всегда так нагло говорю, что мы самый умный институт КФУ, потому что не секрет, что учиться здесь сложно. Но здесь учатся лучшие ребята с огромным потенциалом. И что лично у меня вызывает самую огромную симпатию, это то, что они учатся не только в аудитории, но и на настоящих проектах. Я думаю, у нас Дмитрий Евгеньевич еще подробнее об этом сегодня расскажет. И я знаю, что наверняка ребята спрашивали, в том числе, какие внеучебные штуки есть. Мы с удовольствием сегодня об этом расскажем. Ну вот как раз подходим к тем вопросам, которые нам заранее уже прислали. Первый из них. Расскажите об особенностях обучения в институте математики и информационных технологий. Какими принципами вы руководствуетесь при создании образовательных программ? При создании образовательных программ мы сейчас руководствуемся принципами, которые приняты во всех, наверное, успешных вузах мира. Раньше этого не было. Мы руководствуемся принципами STEM-образования. То есть на текущий момент мы обеспечиваем уже и будем обеспечивать еще более высокий уровень образования, который связан с точным балансом между фундаментальными теоретическими дисциплинами, современными инструментами, что особенно для программистов очень важно. Современные программисты должны владеть современными фреймворками, IDE, отладчиками, аппаратной базой. И главное, мы наших специалистов учим на реальных проектах. Вот таким образом мы готовим наших студентов. У нас сейчас также, вот именно как раз преимущественно на базе нашего факультета, было возрождено студенческое конструкторское бюро, достаточно мощное, где наши студенты могут вникать в реальные индустриальные проекты, а не только в свои учебные, для того, чтобы еще более быстро стать специалистами, востребованными на нашем рынке. Этим мы во многом отличаемся от других вузов, ну и Татарстана, ну и России. При этом мы обеспечиваем очень хорошее изучение именно дисциплин фундаментальных. Об этом многие в то же самое концепции STEM забывают, но в ее основе лежит Mathematics. Математика царица всех наук, и если программист не знает математику, он не программист, он просто кодер. Мы никогда об этом не забываем и не даем забывать и нашим воспитанникам, и нашим преподавателям. Мне еще очень привлекает идея того, что ребята, когда выпускаются из нашего института, они на руках имеют плюс-минус готовое портфолио. То есть они приходят уже с какими-то готовыми решениями, с готовым опытом. Если даже не уходят работать сразу же с университетской скамьи, то как минимум у них есть что показать будущему работодателю. Хорошо. Прежде чем задам следующий вопрос, напоминаю то, что, дорогие зрители, можете задавать свои вопросы в социальной сети Instagram, в аккаунте Казанского федерального университета, где идет прямая трансляция нашего инсталайфа. Лучшие из них и самые такие важные вопросы мы обязательно зададим нашим гостям сегодня в шоу-руме. Продолжим. Чем обучение в ИВМИД отличается от программ Мехмата, ИТИСа и Инополиса? Такой вопрос к нам прилетает. На самом деле это три разных вопроса, потому что вы задали вопрос, чем отличается программа ИВМИД от Мехмата, от ИТИСа и Инополиса. Это абсолютно три разных методологии подготовки, и у наших двух институтов, которые вы упомянули, и у Инополиса, у них принципиально различные общие видения между собой. То есть я попробую сначала ответить в общем на вопрос, чем мы принципиально от них отличаемся. Мы принципиально отличаемся и от ИТИСа, и от Инополиса, и от Мехмата, ну, наверное, тем, что мы не выпячиваем какую-то сторону нашей подготовки. То есть мы считаем, что одинаково важна подготовка. Я уже об этом говорил, может быть, скажу еще не раз, но это важно. И подготовка и фундаментальная, и прикладная, и проектная. Ну, в общем-то, математики есть математики. Для них больше важна фундаментальная составляющая. ИТИС прямо заявляет о том, что для них важны прикладные науки. И это очень правильно. Существует значительная часть контингента, которым нужны именно прикладные науки, которые не хотят быть специалистами топ-тиер, потому что для специалистов топ-тиер, ну, все-таки нужно знание фундаментальных принципов. Многим из тех, кто в ИТИС поступает, это не нужно. Они хотят быть, ну, просто квалифицированные специалисты на рынке труда. Так тоже бывает. А Иннополис, ну, собственно говоря, в Иннополисе сейчас, ну, скажем так, вот фокус у них вот очень простой. Мы предоставим хорошие условия нашим студентам, но вот кем они вырастут, решать только им. Это очень похоже на ОИКу, например, той же самой компании Steam, потому что чем занимается разработка в компании Steam, не знает ни один программист из разработчиков, чем занимается другой, потому что они занимаются чем хотят. Вот Иннополисе как-то приблизительно плюс-минус то же самое. У нас чуть более точно выстроен фокус. Если рассматривать еще с фундаментальной точки зрения, то мы сейчас работаем и будем работать именно по фокусу, который связан именно с задачами конкурентоспособности и обороноспособности страны. Потому что если, например, у ИТИСа, Мехмата больше фокус сделан на удовлетворение нужд текущего состояния, ну, науки, условно говоря, или то же самое это компьютер-сайенс, у Иннополиса фокус смещен на развитие эго отдельного студента, но, в общем-то, не рассматривается, что студент будет, в общем-то, работать даже на благо республики, ну, во многом не рассматривается, просто потому что ЭТИГа в них воспитывается, да, то мы воспитываем тех людей, программистов, которые должны и будут работать на конкурентоспособность, в том числе и обороноспособность нашей страны, но для этого они должны быть специалистами широкого профиля с глубокой фундаментальной базой. К счастью, сейчас ситуация далеко не такая же, как даже в десятых годах, тем более в двухтысячных, сейчас специалистами, которые работают на конкурентоспособность и обороноспособность страны, зарплатные чеки, у них, как минимум, не ниже, чем у тех, кто работает, в общем-то, сам на себе или на частной компании. Мне кажется, здесь максимально исчерпывающий ответ просто. Отлично, давай поедем дальше. Следующий вопрос, как раз про трудоустройство уже говорили и просят еще раз, можно сказать, повторить, какие варианты трудоустройства доступны с дипломом Института вычислительной математики и информационных технологий. Вот вы по какой специальности будете учиться? Вот я обращаюсь к нашим будущим индустриентам. Если вы, например, работаете по направлению бизнес-информатика, то вы можете устроиться работать, например, в финтех. Если вы работаете, например, по информационным системам и технологиям, вы можете работать системным архитектором практически по любой области деятельности. По прикладной информатике ваше место в сеньорах, темлидах достаточно крупных компаний. По прикладной математике, информатике среди тех людей, кто разрабатывает, что называется, и бэкэнд, и фреймворки, которые работают с тяжелой математикой, то, что сейчас, например, так сильно популярны, искусственный интеллект, машинное зрение, машинное обучение и так далее, и тому подобное, можно бесконечно продолжать. То есть у нас на текущий момент есть 7 направлений подготовки. Каждый из них плюс-минус определяет, куда вы непосредственно потом можете устроиться, потому что по каждому направлению подготовки у нас есть свои индустриальные партнеры, но никто вам не мешает, что называется, производить перекрестный переход. То есть я могу посоветовать, читайте подробнее паспорты направлений, если кто-то попросит мне рассказать, например, более подробно какому-то направлению я расскажу. Вот в этих паспортных направлениях приблизительно написано, куда вы можете поступать далее. В любом случае это лидеры рынка. В любом случае это лидеры рынка. И вы окажетесь там на лидирующих позициях, если, конечно, вы не будете относиться к учебе как к времяпрепровождению. В этом случае, ну, в общем-то, как справедливо для всех, куда вы устроитесь, ну, не зависит, к сожалению, от вас. Это зависит от того, куда вас на работу, в принципе, хотя бы теоретически смогут взять. А ведь Захарна, есть что добавить? Вы знаете, я вот сколько лет работаю уже в университете. Мне всегда очень нравятся вопросы от наших абитуриентов, от студентов, а-ля кем я стану, когда вырасту, и кем я буду работать, когда я закончу университет. Ребята, вот мое, да, мнение, такой лайфхак по жизни. Ни один, ни одно направление само по себе, просто потому что вы здесь, ну, пришли и 4 года, да, там, пробыли и сдавали сессию, не гарантирует вам, по сути, ничего. Но когда вы развиваетесь, когда вы очень классно вкладываете в себя, я уверена, что здесь границ вообще никаких не может быть. Вот еще один вопрос вам в копилочку, можно сказать, в любимых. Насколько востребованы выпускники? Насколько востребованы выпускники ВМК? Ну, как вам сказать. С учетом того, что один из выпускников ВМК, условно говоря, начало десятых годов, сейчас является директором ЭТИСа, другой выпускник ВМК тех же самых годов, вот начало десятых годов, является замдиректором ВМК. Очень много людей у нас с каждого курса забирают в Яндекс, Гугл и Майкрософт. Это говорит о том, что, в общем-то, те студенты наши, которые хорошо себя показывают, они могут успешно работать как на руководящих позициях, причем на руководящих позициях именно в этой же самой индустрии. Ну, как бы, более, наверное, хорошо подтверждающую эту практику пример я, наверное, привести уже не смогу. И они индустрии востребованы просто максимально. То есть я, скажем так, изучив, что называется, вообще личные дела людей с высокой успеваемостью, условно говоря, выше 4 баллов, сложно найти того человека, который не устроился работать по направлению, которое хотя бы косвенно не связано с его специальностью. Условно говоря, дворников среди выпускников ВМК очень мало, но это только то, ну, наверное, они тоже есть, но это если человек искренне всегда хотел стать дворником, но при этом получить квалификацию программиста. Ну, правда, да, ребята начинают работать уже, по большому счету, со второго, с третьего курса. Где-то они могут пробовать какие-то штуки для себя. Это тоже нормально. И приветствуйте, потому что, опять же, мы все целы за то, чтобы у наших студентов формировалось портфолио их собственных проектов. Опять же, они могут прийти в то же самое СКБ, да, и пытаться пробовать себя там. Но так не вижу никаких на данный момент проблем с трудоустройством наших выпускников. Это просто нет. Просто нет, да. Следующий вопрос. Какое направление или программа наиболее востребована в вашем студии? Абсолютно все. А иначе смысл нам был бы сохранить те, которые являются невостребованными. То есть это зависит от того, чего хочет сам абитуриент. То есть если он хочет заниматься деятельностью, связанной с финтехом, пожалуйста, бизнес-информатика, я уже сейчас начинаю повторяться. Если деятельность, связанная с расчетами, то пожалуйста, это прикладная математика или прикладная математика-информатика. Если он хочет быть именно системным проектировщиком информационной системы и технологии. То есть чем хочет? То есть у нас мы приоритета одного направления перед другими не считаем нужным указывать, ну потому что его фактически нет. То есть приоритет может выставить для себя абитуриент. Этот приоритет будет зависеть исключительно от его личных интересов. Опять же, от ответа на вопрос для себя самого, кем я хочу стать. Здесь скорее всего больше имелось в виду по прошлым годам, когда поступали абитуриенты, имеется в виду на одно направление 100 человек подали документы, на другое 50. Вот насколько востребовано? У нас нет такого резкого ребаланса. У нас, например, те же самые бюджетные места колеблются плюс-минус 40-45 человек. То есть все более-менее являются сбалансированными. Исключение составляет та же самая бизнес-информатика, информационная безопасность. Но это говорит не об их, как раз на них меньше бюджетных мест. Это говорит как раз не от их малогостребованности, а о том, что этих специалистов готовить сложно. На них требуются большие ресурсы по подготовке, они наиболее высокоценные. Поэтому, например, тот показатель, как количество бюджетных мест, его использовать просто в данном случае нельзя. Поэтому у нас все направления, мы считаем, являются приблизительно плюс-минус одинаково сбалансированными. И мы будем стараться, чтобы это соблюдалось правило и впредь. Конечно, плюс мы же все равно постоянно работаем и проводим аудит и контент наших образовательных программ, и того, что там происходит вовне, внутри, какие партнеры. Поэтому здесь очень сложно выбрать какое-то направление, которое, скажем, превосходит другие. И не нужно, да. Хорошо, продолжим. Просит вернуться к выпускникам. Вопрос уже касаемо денег. Какая зарплата у выпускников? В курсе, не в курсе. Хорошая. Понятие хорошее у каждого свое. Ну, опять же, позиции. Ну, скажем так, в Казанском федеральном университете, например, у нас зарплата профессорско-преподательского состава, прямо, в общем-то, это закреплено на законодательном уровне, должна быть в среднем в два раза выше, чем средняя зарплата по регионам. Вот заработная плата наших успешных выпускников, успешных выпускников, она начинается от коэффициента 3х-4х. Менее успешных 2х. То есть, на самом деле, те специалисты, которые мы готовим, они очень востребованы, и отвечая на невысказанный вопрос, нет, на самом деле, наши преподаватели получают никак не меньше, чем наши выпускники, потому что речь идет прежде всего о базовой ставке заработной платы. То есть, мы готовим выпускников, которые очень хорошо оплачиваются на рынке труда, именно потому что они очень востребованы специалисты. Ну, то есть, скажем так, на рынке труда города Казани, например, получают зарплату в 150-200 тысяч рублей для 30-летнего, 28-30-летнего человека, закончившую РУВМК, это нормальные явления. Оно не является чем-то изрядом вон выходящим. В других регионах по-разному. Хорошо. Продолжим тему выпускников. С какими партнерами из числа работодателей вы сотрудничаете? Куда можно отправить своих студентов, выпускников? Ой, какой сложный и непростой вопрос. Ну, мы можем пройтись, допустим, финансовую отрасль, финансово-экономическую отрасль. Это Акбарс, Сбер, например. Это я говорю сейчас официально индустриальные партнеры университета. Область, как раз связанная с IT-проектированием, если вот опять же нашего регионального партнера, то это ОСЕЛ. Если крупные как раз IT-хоудинги, то это Яндекс, Мэйл Групп, опять же, если российских брать, вот, вендоров, да, если зарубежных, то это Гугл, Майкрософт, да. По, допустим, работе с ведомственными службами, это тот же самый ОСЕЛ. Ну, то есть, вот, если человеку хочется поработать уже больше, вот, например, что называется, к вертикали. У нас достаточно серьезные, тесные контакты с предприятиями тяжелой промышленности радиоэлектроники. То есть, это, ну, лидирующие предприятия отрасли, которые выпускают в том числе, ну, технику, скажем так, как и специального назначения. То есть, зарубежные партнеры у нас также есть. То есть, например, вот, допустим, наши специалисты, именно которых мы выпускаем, наши специалисты, ну, вот они работают с тем же самым Гуглом и Майкрософтом, например, если вот речь завести, допустим, о телеком-индустрии, то мы достаточно тесно сейчас начали работать с компанией Huawei. Если рассматривать области информационной безопасности, то это Касперский, Security Apps, IB Group, InfoWatch. Ну, в общем-то, наверное, по каждой области я могу приводить этих партнеров достаточно много, то есть количество наших индустриальных партнеров на текущий момент превышает 5 десятков. То есть, если потребуется, я могу, опять же, подробнее поговорить про специфику работы с каждым из них. Но это компания всегда, которая не обижает тех, кто к ним поступает на работу после нас. То есть, это всегда хорошая позиция. Спасибо за ответ. Теперь перейдем уже больше к школьникам. Расскажите про олимпиадное движение и поддержку олимпиадников. А при чем тут школьники? Ну, школьные олимпиады имеются в виду. А, все понятно. Нет, просто я это расскажу. Тогда я... Не те, которые забрали на 2020 год. Тогда я, да, задам сначала вопрос себе сам, как насчет поддержки олимпиадного движения. Я, во-первых, могу сказать, что с олимпиадным движением на ВМК, мы называемся ИВМИД, ВМК официально. Все хорошо. Все настолько хорошо на самом деле, что мы каждый год входим в финал чемпионата мира по программированию. Причем у нас входит иногда туда до нескольких команд. Сейчас только что, например, у нас вот люди прошли финал чемпионата мира по программированию в очередной раз. Команда состоит исключительно из студентов нашего факультета. Другие команды Казанского федерального университета, например, они были смешаны. Только команда состоящих студентов нашего института смогла пробиться в финал чемпионата мира. Что касается работы с школьниками и олимпиадниками... У нас как раз сейчас стартует несколько программ, которые, во всяком случае, у нас в большом плане есть именно по развитию олимпиадного программирования в ведущих школах Казани, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы видеть талантливых ребят у себя в числе наших студентов. Я даже так скажу. На самом деле, текущее руководство ВМК... Например, я как раз мой зам, который занимается вопросами олимпиадного программирования. Мы сами олимпиадники, начиная с 7 класса, по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика. Мы не то что к олимпиадам не можем относиться хорошо, то есть это те люди, которых мы будем всегда поддерживать в первую очередь, пусть в ущерб даже каким-то другим областям, потому что те люди, которые занимаются олимпиадом, это те люди, которые являются нашей будущей интеллектуальной элитой. Я бы хотела сказать, что если, например, интересно почитать что-то про ИВМИД ВМК, достаточно выйти на сайт Казанского федерального университета, вбить там в поиски ИВМИД, и все последние новости, это будет либо про олимпиадников, либо про индустриальных партнеров. Это так сразу закрывает. Это нормально. Тема последних двух вопросов, да. Какие внеучебные активности есть у студентов вашего института? Любые, какие захотите, ну правда, то есть достаточно быть просто... В пределах разумовались. Ну очевидно, да-да-да, конечно, то есть это работа студсовета, это всегда активные ребята пробуют себя в том числе в работе студенческого самоуправления. Это творчество, спорт, волонтерское движение, все что угодно. То есть мы всецело открыты к тому, чтобы ребята приходили к нам со своими проектами, предлагали какие-то интересности и всегда готовы их поддерживать. Вот могу даже сказать, что сейчас, например, у нас в аккаунте инстаграма в том числе транслируется прямой эфир нашего инсталайфа, и вот снимает его, например, наша замечательная студентка из медиа-центра и в МИД, который у нас тоже есть, хотя казалось бы, ну кажется, что это не совсем профильная история для нас, но вот у нас есть ребята, которым это классно, интересно, они хотят что-то делать, снимать, писать музыку, мы только за. Поэтому можете себя проявлять в какой угодно форме, если она для вас классная, кайфовая и приносит какую-то классную пользу для университета. Полноценной является только разносторонней развитой личности. Конечно, да. Прекрасный ответ. Теперь вопрос, который беспокоит всех из года в год. Изменится ли стоимость обучения в следующем году? Откуда мы знаем? Правильный ответ, она, конечно же, изменится, но как это обычно бывает всегда в Казанском федеральном университете, во всех университетах. Вот каждый раз происходит этот вопрос, но на самом деле он ведь универсален для всей нашей страны, и очень часто какие-то моменты, связанные с оплатой за обучение, он связан прежде всего с какими-то экономическими параметрами. Но этот вопрос нам не подконтролен. Да, он нам не совсем подконтролен, то есть не мы сами назначаем цену за обучение, поэтому обычно мы ориентируем всех, что смотрите, цены прошлого года плюс-минус процент инфляции, поэтому посмотрим, весной будет уже точно объявлена стоимость обучения в университете в целом. Хорошо, продолжим по поступлению. Какие индивидуальные достижения учитываются при поступлении в университет? Те же самые, что и во всем Казанском федеральном университете. Здесь нет каких-то больших особенностей. Я всем рекомендую запомнить для себя добавить в закладки во всех браузерах сайт абитуриент.кпфу.ру, где есть вся возможная информация по правилам приема. И вот у меня за спиной здесь в том числе есть наши контактные данные, телефон нашего колл-центра, к нему подключены мессенджеры. Ватсап, Телеграм, вы можете, например, нам после прямого эфира написать, как-то так пингануть, и мы вам вышлем всю непосредственную разболовку, чтобы сейчас на это очень много времени не тратить. Потому что есть моменты, связанные от ваших золотых медалей до участия в Олимпиадах, до значков ГТО, поэтому не будем на этом сейчас заостряться. Эти все данные есть, либо на сайте Казанского федерального университета, либо можем вам выслать в личном порядке тоже без проблем. Какие проходные баллы были в этом году на прикладную математику и информатику? Это одна из, опять же, очень классных направлений и в МИД, поэтому по прошлому году ситуация держалась в районе 260-270 баллов, поэтому нужно ориентироваться на то, что проходные баллы в МИД всегда на достаточно высоком уровне. Поэтому отвечаю на вопрос вот так. 262 там было, если я правильно помню. Ну, растет балл в сравнении с предыдущими годами? За последние два года держалась примерно на одном уровне, но мы ожидаем того, что все-таки будет расти. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько бюджетных мест будет на фундаментальной информатике и информационных технологиях? 25 было, например, в этом году? Да. Принципиальное количество изменится не должно. Да. 20. Понятно, 25. Идем дальше. Вот здесь спрашивают. Хочу перевестись из одного вуза к вам сразу после летней сессии. Хотел бы узнать, какие документы нужны для перевода и куда их отправлять, на какую почту, где вообще писать такое заявление? Вообще, в случае перевода, самое главное вам полностью закрыть сессию, все сессии в том учебном заведении, в котором вы учились до этого. Обязательно сделать себе выписку академическую со всеми дисциплинами и подтверждением того, что вы их закрыли. Лучше нам написать, вот опять же, на номер колл-центра, который вы видите у меня за спиной, связаться с нашими специалистами нашего директората, и мы поможем вам правильно составить документы для перевода. Интересно только, почему после летней сессии, потому что, казалось бы, летняя сессия еще только впереди, сейчас зимняя. Видимо, хотят по итогам следующего года, наверное, перевестись. Учитывайте только, здесь есть такой момент, что всегда при переводе вы сдаете то, что называется академическая разница. Если у нас с вами в том вузе, где вы раньше учились, и на той программе, куда вы переводитесь, планируете переводиться, есть большое несовпадение по дисциплинам, то вот эту разницу вам придется дополнительно закрыть при переводе. Может быть, вопрос как раз связан с тем, чтобы было больше времени для подготовки по академической разницы. Да, да, да. Поэтому напишите нам, чтобы у вас было достаточно времени для того, чтобы подготовиться, и мы уже в индивидуальном порядке этот вопрос вам поможем решить. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос прилетает к нам из-за границы, заканчивая 11 класс в Казахстане. Собираюсь по окончанию переезжать в Казань и поступать к вам на прикладную информатику. Как будет проходить поступление в связи с текущими обстоятельствами, всеми нашими любимыми масочными режимами, пандемией и так далее? Отличный вопрос. Я обычно отвечаю на нее так, и в МИТе ВМК будет проходить так же, как во всем Казанском федеральном университете. Поэтому те правила, которые будут применимы на следующий год во время приемной кампании, точно так же и будет. По прошлому году могу сказать, что весь прием документов шел полностью онлайн. Приемная комиссия в таком, скажем, экстренном режиме, конечно, офлайн работала, но документы принимались только онлайн. Поэтому я думаю, что это будет применимо и в этом году. Морально готовимся к тому, что все документы мы готовим, сканируем, заливаем систему в личный кабинет и потом уже наблюдаем за своим ростом в рейтинге. Хорошо. Занимаетесь ли вы подготовкой к ЕГЭ? Я могу ответить на этот вопрос расширенно. Впервые в этом году планируется введение так называемых курсов подготовки евангелистов ВМК. Это бесплатные курсы подготовки для школьников, которые планируется ввести с марта по май месяц. Каждого года, первый год будет этот. курсов, где потенциальных абитуриентов будут готовить как к поступлению на ВМК, вот прямо вообще к поступлению на ВМК, ко всем аспектам, так и к учебе на первом курсе ВМК. Во-первых, те, кто пройдет на эти курсы, а у нас будет все равно конкурс, он будет, по крайней мере, состоять и в индивидуальном собеседовании с каждым соискателем, потому что курсы для них бесплатные, да, и с отбором как раз по его успеваемости по профильным дисциплинам, те студенты будущие, которые пройдут эти курсы, они получат уникальную возможность, мало того, что им поступить будет проще к нам, так они еще очень хорошо на первом курсе будут представлять, что их ожидает и смогут очень сильно помочь своим будущим товарищам, это позволит им достаточно сильно увеличить свой авторитет, свою усиливаемость, в общем, для всех это будет хорошо. Насколько нам известно, такой инициативы, в общем-то, на текущий момент нет ни в одном ВУЗе, опять же, Татарстана, но мы считаем, что она должна дать достаточно неплохие плоды. Да, нам очень важно просто сохранить вот этот определенный даже и, я так, с точки зрения своей работы, да, даже некий психологический комфорт для ребят, которые поступают на первый курс, потому что это всегда сложно, особенно в том числе для тех, кто приезжает к нам из других регионов, да, из других стран, и так ты оказываешься в новой среде университетской, так еще и сложное направление, да, для обучения, поэтому нам все-таки важно сделать такие курсы, которые будут хотя бы как-то ребят готовить к тому, что их ждет. Это приоритетно, потому что, ну, ЕГЭ, ЕГЭ, но вот... Подходим мы уже к концу списка вопросов, которые нам присылают. Очередной из них. Будет ли в этом году проходить олимпиады по математике и информатике? Да, конечно, куда она денется. То есть, да, сам очевидный вопрос. И вопрос, это уже последний из наших заготовленных, которые нам ранее присылали. Будут ли проходить дни открытых дверей в оффлайне? Если позволит, эпидемиологическая обстановка. Да, если позволит обстановка. И мы, конечно, вот у нас, мы проводили день открытых дверей, у нас была такая зум-сессия, и как раз в процессе нее возникла идея, даже вот у ребят, которые подключались к трансляции, может быть, проводить небольшие экскурсии такого формата, ну, скажем, по предварительной записи с соблюдением всех норм в небольшом количестве, просто немножко открывать свои двери, чтобы показать вообще, что такое институт, что такое здесь учиться, какое оборудование есть, на каких компьютерах, какие площадки. Я знаю, что в университете у нас есть очень классный проект, который называется «Испытательный срок», и вот мы хотим его в том числе со следующего семестра уже вместе с коллегами из студсоветов других институтов, структурных подразделений попытаться немножко трансформировать, перезапустить в новом формате уже с новой реальностью, в которой мы сейчас живем, и попытаться показать ребятам, нашим абитуриентам вообще, что такое учиться в Казанском федеральном университете, чтобы они хотя бы чуть-чуть смогли протестировать, что это вот такое, там, из общаги на пары приехать, там, какое расстояние занимает от деревни универсиады до здания университета, где столовая, как пары, вообще, что такое университетская пара, ну, вот в таком формате. Очень надеемся, что у нас получится. Я вообще рекомендую просто подписываться на нас в социальных сетях, следить за объявлениями, следить за сайтом Казанского федерального университета и за сайтом абитуриент.кпфу.ру, там, как правило, вся актуальная информация есть. Хорошо, ну, у нас вопросы закончились, не присылают. Давайте подытожим наш инсталайф. Вам слово. Аида? Нет, я открывал, вы подытыруете. Вообще, я хотела бы, ребят, всех поблагодарить, те, кто к нам присоединился во время этой трансляции. Я надеюсь, что мы смогли ответить и закрыть какие-то ваши боли и ответить на ваши вопросы. От всей души ждем вас у себя и в МИТе ВМК. И очень хочется все-таки, как говорят вот сейчас, как в конце этого года, так хочется поскорее завершить этот год, а мне все-таки хочется начать новый. И новый 21-й, и новые учебные, и вас всех тех, кто сейчас присутствует на трансляции, уже поприветствуют в числе наших студентов. Подписываюсь под каждым словом. Давайте хорошо начнем Новый год. Давайте хорошо начнем Новый год. Спасибо большое. Ну, на таких словах, Грек, не закончить. Тогда поздравляю вас с наступающим Новым годом. И вас. Успехов вам в приемной кампании, которая совсем скоро, всего лишь каких-то 6 месяцев достаточно подождать. И будут новые студенты у вас в Институте вычислительной математики и информационной технологии. Это был Инсталайв с Института вычислительной математики и информационных технологий. Дальше еще более интересная информация будет с другими институтами. Также, надеюсь, вы к нам еще раз придете. Проведем обязательно еще какой-нибудь прямой эфирчик. Для вас с этой встречей вел Роман Паринсков. Еще увидимся. Также с наступающим Новым годом. До свидания. Успехов. Субтитры подогнал «Симон»